Спасибо большое за представление, Елена Викторовна, и спасибо за возможность выступить перед коллегами. Я в силу своих профессиональных интересов, действительно, достаточно много времени уже занимаюсь проблемами прав людей с психическими расстройствами, и в силу своей университетской занятости, я преподаю в Санкт-Петербургском университете на юридическом факультете, довольно много обсуждаю такие сложные, наверное, проблемные вопросы психиатрии и права в разрезе прав человека с студентами, поэтому готов буду тоже, может быть, поделиться какими-то здесь собственными представлениями, которые выходят, наверное, за грань того твердого права, которое существует в настоящее время, а во многом может быть направлено на то, чтобы мотивировать более внимательно смотреть на те правовые возможности, которые предоставляет не только закон об охране здоровья граждан, не только закон о психиатрической помощи, но также и международные правовые инструменты, которые тоже вполне могут иметь практическое применение. Когда мы говорим о такой теме, которая была обозначена как капризный пациент, то, безусловно, с юридической точки зрения так называемые капризы пациентов могут быть юридически обоснованными, тогда мы говорим о претензиях пациента, или это могут быть необоснованные капризы, которые, собственно говоря, скорее относятся во многом к вопросам этики и диантологии, нежели чем к, собственно говоря, правовым притязаниям пациента. Но, тем не менее, хочу напомнить, что закон об основах охраны здоровья граждан говорит о том, что врач обязан при соблюдении медицинской помощи соблюдать основы этики и диантологии. Соответственно, несоблюдение этических норм или нарушение диантологических норм может рассматриваться в том числе и как нарушение качества оказания медицинской помощи, а это, в свою очередь, может приводить уже к обоснованности и материальных притязаний пациентов. Точно так же, как, допустим, и нарушение введения медицинской документации. Даже при том, что сама медицинская помощь может быть оказана идеально качественно, но если медицинская документация сама по себе оформлена с нарушениями, то и в нашей практике есть ситуации, когда суды взыскивают компенсации в пользу пациентов только потому, что медицинская документация была оформлена ненадлежащим образом. Если посмотреть на такую общую статистику в качестве таких нескольких вводных данных из нашей адвокатской практики, она достаточно условная, потому что это основано на обзоре наших клиентов, организаций, с которыми мы работаем. И статистика по претензиям показывает, в принципе, достаточно четкий рост претензий, и пациенты становятся более грамотными, и претензии становятся более агрессивными, в том числе за счет, конечно, повышения юридической грамотности. В таком условном, опять же, это не презентует никакой научные данные, в таком условном рейтинге конфликтных ситуаций и претензий пациентов онкология стоит в нашем представлении, условно, на четвертом месте по претензиям, которые высказывают пациенты. В то же время дела, которые, если посмотреть на, наверное, юридические дела, которые заканчиваются каким-то успехом, или в которых мы принимаем какое-то решение о том, что вообще имеет смысл заниматься этими делами, вот как раз в сфере онкологии они занимают достаточно, может быть, незначительное число, потому что именно с большой сложностью доказывания каких-то неблагоприятных последствий с учетом специфики течения онкологических заболеваний. Если посмотреть на классификацию претензий пациентов по существу, то есть с чем связаны эти претензии, каким образом, какие вопросы они затрагивают, то, конечно, большинство претензий касается качества оказания медицинской помощи, но, тем не менее, это могут быть и вопросы информации, в том числе связанные с защитой персональных данных, с разглашением информации, с различными претензиями в этой связи, возможно, вопросы также будут по поводу здесь ограничений. И большую часть претензий пациентов занимают вопросы, условно говоря, сервисного характера. Это иногда чисто сервисные претензии, да, мне не напомнили, не позвонили, меня неправильно записали на прием, или мне со мной невежливо общались и так далее, и так далее. Но иногда эти претензии могут быть, претензии связанные с сервисом, условно говоря, они могут перерастать и в требования по качеству. Допустим, если пациент жалуется на то, что его прием задержали, само по себе это может, скажем так, рассматриваться как некое неуважение к пациенту, но иногда это приводит к тому, что врач уделяет меньше внимания пациенту, меньше времени пациенту из-за того, что его прием сдвигается, и это, соответственно, уже рассматривается как претензия, связанные с качеством оказания медицинской помощи, а не только с чисто сервисными вопросами, которые можно урегулировать, в принципе, путем извинения, условно говоря, пациенту без какого-то юридического сопровождения. И если посмотреть на результаты рассмотрения претензий пациентов, то мы достаточно много в практике бюро, как мы говорим, отписываем претензии пациентов, которые нам направляют клиники, с которыми мы взаимодействуем, и в большинстве случаев это отказы в удовлетворении претензий. И по нашей практике, с учетом вот именно того, каким образом мотивируются эти отказы, как правило, они убеждают пациентов в том, что они не правы. То есть эти претензии, они дальше не перерастают уже в какие-то судебные иски и в дальнейшее движение. Но не всегда, безусловно. В некоторых случаях клиники, в том числе с нашей рекомендацией, идут на удовлетворение требований. Иногда это связано, иногда, естественно, и на большинстве случаев это как раз частичное удовлетворение требований. И основаниями для удовлетворения требований являются далеко не всегда, собственно говоря, абсолютная вот именно убежденность в том, что клиника неправильно оказывала медицинскую помощь. Да, могут другие факторы влиять, на самом деле, на принятие решения удовлетворения претензий. Это могут быть и, ну, сама по себе клиент-ориентированность в клинике, конечно, естественно, в разумных пределах. Это и риск негативного пиара в различных сферах, если, опять же, ну, это, конечно, касается большей степени частных клиник, которые здесь, наверное, как раз находятся в зоне риска. Это могут быть, собственно говоря, и дефекты оказания медицинской помощи, но это могут быть и дефекты оформления медицинской документации, когда именно в силу того, что медицинская документация, особенно если копии или какие-то выписки ранее выдавались пациенту, и они указывают, допустим, на какие-то невыполнения, какие-то процедуры или на какие-то возможные основания для претензий пациента, то, опять же, клиника может принять решение о целесообразном удовлетворении претензий именно во избежание, понимая, что достаточно сложно будет доказать свою правоту. Я напомню, что структура взыскания по спорам в сфере медицинской помощи, она является достаточно сложной и достаточно такой щедрой, если можно так выразиться, для пациента, который является и потребителем медицинских услуг. Это важно помнить, что пациент защищен не только законом об основах охраны здоровья граждан, а и законом о защите прав потребителей, которые дают огромные возможности. Судебная практика здесь достаточно тоже показывает, скажем так, общую тенденцию постепенного и неуклонного признания того, что пациент максимально пользуется гарантиями защиты прав потребителей. Хотя есть некоторые нюансы, в особенности то, что касается взыскания штрафа за отказ удовлетворения требования пациента в добровольном порядке, если буквально до недавнего времени судебная практика сформировалась таким образом, что если суд взыскивает компенсацию того, что просил пациент, в том числе морального вреда, а как раз по медицинским делам это очень часто бывает самое большое возмещение, которое присуждает суд именно многомиллионные компенсации, как правило, это компенсация морального вреда. И если суд присуждает эту компенсацию, то автоматически взыскивается на эту сумму 50% сверху. И эта практика, она почти уже консолидировалась, но есть некоторые подвижки в недавней практике Верховного суда, как раз когда Верховный суд признавает, тем не менее, что пациент, в том числе в системе ОМС, является потребителем, но тем не менее, дает некоторые возможности для как раз оспаривания необходимости взыскания этого потребительского штрафа, как мы его говорим, штрафа 50% за отказ удовлетворения требования пациента в требовании взыскателя в добровольном порядке. Но пока рано говорить о том, насколько эта практика будет иметь место в дальнейшем рассмотрении дел. Поэтому, тем не менее, есть достаточно серьезные риски и сдержек для клиники как раз в ситуациях претензий пациента, которые, как я уже сказал, могут быть связаны с некоторыми косвенными вопросами качества медицинской помощи. Это и порядок оформления медицинской документации, и иные вопросы. У нас есть такое вот некое предложение, может быть, я не буду опять же здесь озвучивать этот алгоритм, алгоритм работы с претензиями, которые, напомню, должны обрабатываться по закону о защите прав потребителей в течение 10 дней, 10 календарных дней. Если, поскольку несоблюдение этого срока, отказ, игнорирование претензий пациента может тоже привести как раз к взысканию того штрафа, которым я уже говорил, за отказ удовлетворения требований пациента в добровольном порядке. Очень важно, конечно, здесь понимать, что медицинскую документацию пациент может истребовать, и я думаю, что, наверное, такие случаи были в практике, пациент может истребовать не из праздного интереса, не исходя из того, что он хочет каким-то образом проверить свое качество, свое увлечение, получив альтернативное мнение специалиста, а в качестве такого этапа для предъявления претензий. И здесь поэтому важно понимать, что медицинская документация, естественно, которая пациенту выдается, в медицинской клинике на сегодняшний день нет обязанности копии медицинских документов выдавать сегодня и сейчас. Пациента нет, соответственно, права всю секунду знакомиться с медицинской документацией. В принципе, по закону срок на предоставление копии медицинских документов вообще не урегулирован, поэтому мы исходим из того, что на сегодняшний день, пока приказ Минздрава не принят новый, этот срок 30 дней для предоставления копии медицинских документов, и он является таким разумным и достаточным для того, чтобы проверить, условно говоря, насколько медицинская документация содержит всю полноту записи, которые имели место в отношении пациента. Попутно, сразу же, может быть, уже в порядке дискуссии, здесь, в порядке, вернее, тех вопросов, которые задавались в предыдущем докладе, напомню, что отказы пациента от медицинского вмешательства должны быть обязательно в письменной форме, и эти отказы обязательно должны быть достаточно конкретными. То есть пациенту, в принципе, должны сообщаться та же информация, которая сообщается ему при его истребовании, спрашивании его согласия на медицинское вмешательство, и, по сути, пациенту может быть предоставлен и ДС, да, информированное добровольное согласие, которое разъясняет необходимую манипуляцию, конкретные ее положительные стороны, возможные осложнения, там, негативные последствия и так далее, и пациент должен именно указать на то, что он отказывается от этой манипуляции. В том случае, если на практике такое тоже, безусловно, может быть, когда пациент отказывается подписать отказ от медицинского вмешательства, в этом случае мы рекомендуем актировать это в свободной форме, ну, исходя из каких-то разумных процедур, да, это могут быть там три врача, там, или медицинская сестра, там, и так далее, в составе этой, условно говоря, такой комиссии, этот акт подписывается этого, если это потом находится в медицинской документации, этого будет достаточно для того, чтобы доказать то, что пациент отказался от подписания соответствующего документа. Чуть позднее остановлюсь на вопросах уже как раз пациентов с нарушениями, там, когнитивной функцией, с психическими нарушениями, как раз для того, чтобы обсудить уже эти сложные моменты. Я уже сказал о том, что есть некая тенденция судебной практики по медицинским делам, я тоже здесь сейчас не буду об этом подробно говорить, потому что это, может быть, немножко выходит за, собственно говоря, рамки темы, но для того, чтобы просто напомнить, опять же, то, насколько серьезно сейчас суды подходят именно к рассмотрению медицинских дел, а суды уже не пугаются таких дел достаточно давно, и есть достаточно большие уже наработки, которые, опять же, показывают то, что пациент находится как потребитель медицинской услуги в гораздо более выгодном положении, чем ответчик, да, это в том числе, допустим, перекладывание бремени доказывания, да, если раньше клиника могла, там, условно говоря, там, не предоставить, если, там, документы не предоставляются медицинские, то суду не на чем решать дело. Сейчас суды достаточно агрессивно в этой ситуации говорят о том, что отсутствие медицинской документации говорит о том, что клиника не доказала качество медицинской помощи, да. Точно так же, допустим, если по делу не назначается, экспертиза, да, раньше это обязанность проведения экспертизы судебно-медицинской, по сути, лежала на ИСЦ, который доказывает некачество медицинской помощи, сейчас ровно наоборот, по сути, клиника вынуждена так же и нести эти расходы и обеспечивать соответствующие вопросы для экспертизы и так далее, поэтому это все действительно делает довольно сложным для ответчика, для медицинской клиники в случае рассмотрения вопросов, связанных с, именно по искам с пациентом. Позвольте мне перейти к вопросу вот именно о, условно говоря, капризном пациенте в разрезе уже пациентов с психическими расстройствами. Хотя, наверное, такая вот негативная коннотация этого термина капризный пациент, она всегда должна восприниматься условно, потому что, безусловно, пациенты с психическими расстройствами очень часто могут быть такими же абсолютно пациентами, как и пациенты, не имеющие психические расстройства, далеко не всегда психическое заболевание само по себе каким-то образом меняет способность пациента принимать осознанные и рациональные в его ситуации решения, в том числе в сфере онкологической помощи. В первом докладе Юлия Владимировна говорила о том, что пациенты пожилого возраста, пациенты с когнитивными нарушениями могут подвергаться дискриминации. Да, действительно, дискриминация, она может иметь скрытые формы. И я напомню о том, что в Российской Федерации существует не только запрет дискриминации, предусмотренный в законе об основах охраны здоровья каждого, но существует также и Конвенция о правах инвалидов, которую Российская Федерация признает в качестве юридически обязательного международного договора. Конвенция говорит о том, что к инвалидам относятся люди со стойкими нарушениями. Причем это касается не только, здесь термин инвалид, он не вполне соответствует, и не обязательно, вернее, соответствует тому, каким образом определяется инвалид в российском законодательстве. То есть наличие справки об инвалидности не говорит о том, что человек, вернее, отсутствие справки об инвалидности не говорит о том, что человек не может рассматриваться как инвалид по Конвенции о правах инвалидов, потому что она не связывает понятие инвалидности с формальным статусом. Поэтому любой человек, у которого есть некие стойкие психические нарушения, даже если он, соответственно, не имеет справки об инвалидности, пользуется этими гарантиями по Конвенции о правах инвалидов. И Конвенция говорит о том, что дискриминация является в том числе прямая дискриминация. Это когда после человека лишают каких-то, ограничивают каких-то правах по причине, допустим, наличия психического расстройства. Но в том числе дискриминация – это и отказ в разумном приспособлении. На это я хотел бы обратить внимание, потому что это достаточно новая концепция, может быть, для российского законодательства, хотя она уже воспринимается. По сути, Конвенция говорит о том, что людям с инвалидностью должно быть предоставлено разумное приспособление, что означает внесение, когда это необходимо, корректив, модификация в существующую систему оказания услуг и так далее. И это касается не только, собственно говоря, разумное приспособление, как, например, строительство пандуса для человека, который не может в коляске проехать в какое-то здание. Разумное приспособление может касаться также и внесения тех корректив, которые необходимы в определенную систему оказания услуг, систему оказания помощи и так далее. И это может касаться также и даже повседневного общения с пациентом, у которого возникают сложности в восприятии какой-то информации. Поэтому с точки зрения закона, я, безусловно, не сомневаюсь, что с точки зрения, конечно, и дентологических требований, естественно, врач должен проявить максимум усилий для того, чтобы разъяснить необходимую информацию пациенту. Это разъяснение должно быть не только на доступном обычному человеку языке, который не является специалистом в области медицины, но оно также и, возможно, должно предоставляться в упрощенном виде для людей, которые, соответственно, имеют, допустим, какие-то когнитивные нарушения. И это может быть формальным моментом, потому что, например, если вы предлагаете форму ИДС, которая написана, допустим, я представляю форму ИДС, которая информирована в удовольствие согласия, которая будет с вами разрабатываться в нашем бюро. Это такие достаточно громоздкие документы, в которых мы, помятуя о том, что наша задача максимально защитить клинику от возможных претензий пациента, мы пытаемся там как можно подробнее, в том числе используя иногда там тяжеловесные формулировки, разъяснить вообще все, что может быть в этой ситуации. Для человека, допустим, с интеллектуальными нарушениями, с деменцией или это может быть человек с нарушениями интеллекта, с врожденными нарушениями интеллекта, понимание таких сложных формулировок может быть затруднительно. При этом, если такая информация доносится на простом уровне, допустим, лечение, необходимо провести эту процедуру для того, чтобы вы могли самостоятельно есть, самостоятельно принимать пищу. Возможно, вот такое разъяснение, оно должно документироваться в какой-то свободной форме, вряд ли здесь какая-то универсальная форма может быть, именно в упрощенной форме она может быть документирована в медицинской документации и в таком случае невозможно будет ретроспективно предъявить требование о том, что человеку фактически дали форму ИДС, а он не понимал, что там написано, потому что это слишком грузный, слишком сложный для него текст. Поэтому на это тоже, на мой взгляд, можно обращать внимание. Более того, я хотел бы также, наверное, обратить внимание на то, что взаимодействие с родственниками, которое, конечно, происходит, понятно, на постоянной основе, и это сопряжено в том числе и с вопросами, допустим, обсуждения там врачебной тайны, формально, по закону, пациент, естественно, может запретить обсуждать какие-то вопросы, связанные с состоянием своего здоровья, с родственниками, но для этого он должен четко свое выявление каким-то образом сформулировать, да, либо в устной форме, либо лучше предпочтительно, чтобы это было в письменной форме. Как правило, пациенты, конечно, этого не делают, да, и поэтому мы исходим из презумпции того, что если пациент не запретил, то, значит, в принципе, обсуждать прогноз его там заболевания, какие-то серьезные последствия его заболевания, да, возможно, в том числе и с ближайшими родственниками, потому что об этом прямо говорит закон об основах охраны здоровья граждан. Но при этом надо понимать, что вовлечение родственников в обсуждение вопросов, связанных с лечением онкологического пациента, может выступать в том числе в качестве такого разумного приспособления, да. Я слышал о тех ситуациях, когда, по сути, родственники могут мешать, условно говоря, тому лечебному процессу, который врач считает в этой ситуации наиболее оптимальным, наиболее адекватным. К сожалению, такие ситуации невозможно, да, исключить, но тем не менее могут быть ситуации, когда фактически участие родственников в процессе вот этого диалога, разъяснения с пациентом необходимых, необходимого медицинского вмешательства, может выступать в качестве тоже такого разумного приспособления. Это может тоже документироваться в медицинской документации, да, потому что пациент может принимать решение в данном случае, исходя из доверия к тому, как ему указывает ближайший родственник. Да, он может проявлять большее доверие, в особенности, если это касается людей с нарушениями интеллекта, с врожденным, да, нарушениями интеллекта, которые могут просто доверять определенным лицам, да, и их мнение будет для них важным, да. Естественно, есть ситуации, которые касаются формально недееспособных пациентов, да, но это отдельная история. Я сейчас говорю как раз о пациентах, которые формально имеют право по закону, да, и должны формально поставить свою подпись под формой добровольного согласия для того, чтобы врач имел юридическое право соответствующего манипуляции или лечения применять. Но, безусловно, конечно, среди таких пациентов, особенно, наверное, пациентов с деменцией, могут быть лица, которые формально являются дееспособными, да, их никто не лишил по суду, потому что дееспособность, да, утрачивается только на основании судебного решения. Их формально никто не лишил дееспособности, но при этом они фактически являются, да, недееспособными в отношении этих решений. На сегодняшний день законодательство, я помню, что такие вопросы у нас возникали как раз и на Белых ночах, на сегодняшний день законодательство, по сути, такие ситуации не регулируют в России. Если человек по своему психическому состоянию не понимает существо той информации, которую ему разъясняет врач, но при этом он является формально дееспособным, то закон вроде как требует по-прежнему, чтобы такой пациент подписал согласие на медицинское вмешательство или отказ от медицинского вмешательства. Но еще раз обращу внимание, что возможно здесь вот как раз вовлечение родственников или даже лиц, которым доверяет этот пациент, и указания их, то, что они присутствовали, то, что они там разъяснили там или дали совет и так далее, человек согласился с этим, да, то есть, условно говоря, его добровольность, его согласие, да, она неким образом, она как бы опосредована участием другого лица. Но это, тем не менее, на мой взгляд, это вполне допустимо и допустимо в том числе со ссылкой на вот эти принципы конвенции о правах инвалидов. Если речь идет о недееспособном пациенте, я тоже напомню, потому что такие пациенты наверняка тоже иногда встречаются в практике, естественно, и онкологов, то я напомню, что закон тоже не говорит о том, что недееспособность автоматически запрещает человеку подписывать форму информированного добровольного согласия. Напротив, с учетом тех изменений, которые в 2011 году были внесены, и недееспособный пациент должен сам подписывать согласие, если он понимает, да, хотя бы на каком-то там базальном уровне ту информацию, которую сообщает ему врач. И действует презумпция того, что даже недееспособный гражданин, недееспособный пациент должен сам давать согласие на медицинское вмешательство. Только в тех случаях, как говорит закон, если человек по своему состоянию, недееспособный человек по своему состоянию не может выразить свое согласие, то есть это вот так называемый непротестующий пациент, да, пациент, который никак не реагирует, по сути, на информацию, которую ему сообщает врач, допустим, там с глубокой репенцией пациента или с глубоким нарушением интеллекта первичными, то в этом случае согласие или отказ дает опекун, как лицо, которое замещает, да, в данном случае, человека, который принимает решение. Так, по-моему, это все, что я хотел сказать. Да, ну, по сути, в подтверждение тезиса Конвенция о правах инвалидов, она как раз говорит о том, что любые меры, связанные с реализацией дееспособности человека, они должны быть максимально подстроены под ситуацию такого человека. И в этом смысле даже неформальные меры, да, неформальные какие-то, допустим, когда фактически согласие дает родственник, а оформляется это, да, подпись со самого человека, который доверяет согласию, которое дает родственник, это тоже может рассматриваться как некая форма, да, форма компенсации той фактической дееспособности, которая имеет место у человека. Продолжение следует...